Доброе утро! В эфире новости в студии Антон Скаля, о самом важном в ближайшие 5 минут. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротизирования в Алтайском крае стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Победу взяли в номинации «Медицинские услуги». По словам сотрудников Федерального центра травматологии, медучреждение с первого дня работы ориентировано на мировой уровень качества оказываемых услуг. За 5 лет работы здесь выполнили более 30 тысяч высокотехнологичных операций, половина из них – жителям края. Хирурги ежегодно внедряют уникальные методики хирургических мешательств. Чтобы попасть на прием к специалистам центра, нужно иметь направление от врача-травматолога из поликлиники по месту жительства. В нем должно быть указано, что пациент нуждается в оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Современная система ливневой канализации готовится к запуску в краевой столице. Она находится в историческом центре Барнаула и призвана защитить старый город от потопа. Система будет работать в автоматическом режиме без активного участия персонала. Поступая в сточенные накопители глубиной 11 метров, вода будет проходить несколько этапов очистки. Сначала механическую, чтобы избавиться от твердого мусора. Затем химическую, для того, чтобы отсеять частицы нефти. Последний этап – биологическая очистка, после которой вода обеззараживается в резервуаре с ультрафиолетовыми лампами. Ливневка будет собирать воду с территории площадью в 40 гектаров. Объем очищенной воды составит 35 литров в секунду. Сейчас работа находится на завершающей стадии. Оборудование в настоящее время подключают к электричеству, после которых проведут благоустроительные работы. Срок сдачи объекта – до 31 декабря 2017 года. Указанные локальные очистные сооружения, они единственные в Сибирском федеральном округе. Аналогичный проект был применен при строительстве в городе Сочи в период проведения лимпиады. Но там у них производительность менее, чем наши очистные сооружения. То есть таких сооружений практически в Российской Федерации единицы. Продолжаем выпуск. Полсотни лебедей прилетели в Алтайский край на зимовку. Их традиционное место жительства – заказник лебединый в Советском районе. Озера этого заказника не замерзают благодаря теплым ключам. Поэтому уже много лет птицы прилетают именно сюда. В прошлом году здесь собралось около 700 особей. Пока лебеди-кликуны питаются сами озерным кормом. А с наступления морозов кормить их будет егерь специальной смесью. Для лебедей ежегодно заготавливают 20 тонн зерновой смеси, состоящей из овса, пшеницы и ячменя. Полюбоваться сказочными птицами смогут участники праздника «Алтайская зимовка» с 16 по 17 декабря. Он пройдет в четвертый раз и официально откроет зимний туристический сезон на Алтае. Театры Алтайского края гастролируют в соседних регионах. Например, показ спектакля «Украшение строптивы» в постановке нашего драмтеатра уже прошел в известном театре Новосибирска «Красный факел». А сегодня в Горноалтайске зрители увидят спектакль «Денискины рассказы» в исполнении актеров театра «Кукол сказка». Также завтра в Горноалтайске покажут спектакль «Серебряная копытца». По сказке Павла Бажова. В театре уточняют, что «Визит в республику» проходит в рамках общероссийской программы «Большие гастроли». Цель проекта – формирование общего культурного пространства России. Федеральные и региональные театры едут на гастроли с лучшими постановками и премьерами. Также в программе мастер-классы, семинары и творческие встречи. География программы охватывает практически всю Россию. Благодаря ей, в Алтайском крае со своими постановками побывали Санкт-Петербургский Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова и Московский театр юного зрителя. Кроме того, в наш регион по зарубежной программе больших гастролей приезжали театры из Тбилиси, Еревана и Алматы. Телеканал «Катунь-24» совместно с Алтайским краевым институтом повышения квалификации работников образования запускает конкурс творческих работ для школьников региона. Проект посвящен Году экологии в России. Участниками конкурса «Живой Алтай» могут быть школьники районов края от 7 до 17 лет. Также принять участие могут воспитанники центров детского творчества и экологических объединений. Задача конкурса – научить ребят бережно относиться к окружающей среде. Еще одна цель – чтобы дети больше узнали о живой природе родного края. Вообще у молодежи сейчас нет, скажем так, большого желания каким-то образом изучать и вообще обращать внимание на природу. Он такой легонький, который позволит именно привлечь внимание к живой природе Алтайского края. Номинации 3 – видеоролик «Природа родного района», фоторепортаж «Заповедные уголки Малой Родины» и презентация экологической акции «Мой личный вклад в защиту окружающей среды моего села». В каждой номинации участник может отправить неограниченное количество работ. Прием заявок закончится через месяц. Подведение итогов начнется с 14 декабря, а уже 20-го будут известны имена победителей. Подробную информацию смотрите на сайте katun24.ru. У меня на этом пока все. Я передаю слово моей коллеге Елене Хорошавцевой в студию «Утреннего канала».